Здание начали строить еще в советские годы, когда экономить было не принято. Спроектирован дом с размахом. Здесь множество кабинетов, широкие окна, есть даже зимний сад. Достроили больницу только в 2009-м. Сразу стало ясно, найти применение такому огромному дому в сельской местности сейчас очень непросто. Кабинеты остались стоять пустыми. На первом этаже разместили небольшую амбулаторию, часть второго заняла отделение сестринского ухода. Здесь люди дожидаются определения в дома-интернаты. Теперь и эти палаты опустеют. Я исполняю приказ главного врача Центральной районной поликлиники Натальи Алексеевны Хлебниковой. Мне поступил приказ переводить пациентов и работников 27 января в Сульскую районную больницу. Работники, конечно, против ездить за 35 километров на работу, против. Родственники пациентов тоже против. Вопрос о переводе больницы сестринского ухода решался давно. Чиновники здравоохранения постоянно меняли свое решение, держа персонала больных в напряжении и неопределенности. Окончательный вердикт расстроил всех. Ничего не хочется. Пока нас не беспокоит здесь хорошо. Страшно переезжать. Здоровье плохое. С места на место. Как-то уже здесь узнавали, так хорошо и здесь живем. Есть и те, кто совсем не против переехать. Например, пациенты, которые поступили сюда из самой суды. Здесь их вылечили, а там они будут ближе к дому. И помогать им будут не только медсостры, но и родные стены. Уход хороший. Лучше нигде не найдешь. Честное слово. Я пришел, меня привезли, не помню как. У меня с головой было плохо. А потом волшебники у нас здесь есть. Таких жизнерадостных пациентов здесь мало, сетуют медсестры. В основном им приходится ухаживать за пожилыми людьми с различными психическими заболеваниями. Постоянный уход и круглосуточное присутствие рядом – обязательное условие присмотра за такими людьми. Как медсестры будут это делать на новом месте – большой вопрос. Пациент у нас особенный, специфический. За ним нужен определенный уход. Обеспокоит нас то, что, во-первых, сам процесс переселения и адаптация как коллектива, так и пациентов к новым условиям, которые будут предоставлены в судской районной больнице. Узкие коридоры и отсутствие лифта – основные проблемы будущего дома для пациентов из Коротова. Среди них 10 лежачих больных, переносить которых придется на носилках на третий этаж, где находится терапевтическое отделение. Жить они теперь будут среди пациентов в судской больнице. Именно здесь планируется разместить пациентов в отделение сестринского ухода. По словам медсестер, в судской больнице им выделят всего три палаты. А это значит, больным из Коротова придется потесниться и делить одну комнату на шестерых. По словам главного врача Центральной районной поликлиники, неудобства будут временными. А полупустому зданию в Коротово снова попытаются найти применение. Здесь собираются открыть полноценный дом-интернат. Его первыми жителями должны стать пациенты отделения сестринского ухода. А пока здание, как в старые времена, будет пустовать. От коммуникации его не отключат. Здесь продолжает работать амбулатория. Так что существенно сэкономить на переезде отделение, предполагают медсестры, не получится. Впрочем, решение уже принято. Обустраиваться на новом месте придется уже через несколько дней. Анастасия Хаткова, Егор Плюснин. Новости.